Завтра у вас платный график. В десять пресс-конференция перед журналистами, речи, приблизительные ответы на вопросы, я вам подготовила и выслала на почту. В час обсуждения макета с архитектором и гостями. Да. Подарок господину Тау и господину Мэнгу готов. Всё должно пройти замечательно. Мне тоже очень приятно с вами работать. Всего доброго. Мам. Так, Владимир, потрудитесь мне объяснить, почему вы ещё не спите? Не люблю, когда ты так говоришь, словно я старый. Ну, во-первых, не старый, а взрослый. А во-вторых, у кого-то завтра с классом важная экскурсия, не куда-нибудь, а на завод ёлочных игрушек. А в-третьих... В-третьих, у тебя завтра очень тяжёлый день. И от того, как он пройдёт, будет зависеть, получит мама важную работу или нет. Но я не могу заснуть. Папа всегда рассказывал мне сказку перед тюном про волку. Про волку? Я такую не помню. Ну, ты начни, а она всегда разная была. Хорошо, я попробую, а ты закрывай глаза. Иду. Иду. Папочка! Привет, лягушоночек мой. Евгений, а тебя не учили сначала спрашивать, кто, прежде чем открывать дверь? Анечка, никогда так не делай. Вообще-то я в глазок посмотрел, вот. Потапов, вообще-то я его закрыла рукой. Анечка, никогда не ври. Я тоже рад тебя видеть. Пап, я пока у тебя поживу. Ну, бабушка заболела. Я свои новые рисунки принесла. И твою новую книжку. Ну, ты умница. Давай. Анечка, а давай ты потом это все покажешь. Иди в комнату, мне нужно с папой поговорить. В общем, у нас через три часа с Мишей самолет. Маму забрали в больницу, как ты уже слышал, с давлением. Поэтому с Анечкой некому посидеть. Да, сочувствую. Как она? Она-то в надежных руках. А вот я очень рискую, оставляю Анечку здесь. Ты вообще не забыл, что ты и отец, нет? Лара, ну ты же можешь попросить. Это не сложно. Смотри. Потапов, пожалуйста, вместо того, чтобы заниматься своим китайским самоучителем, посиди с дочкой. Я, конечно, понимаю, что у тебя очень сложная, ответственная работа. И тебе нужно закончить ее срок. Но мне вместе с твоим мужем нужно получить красивый ровный загар. Куда? Алло? Да, дорогой, спускаюсь. Давай. В общем, вот этот список, это все, что нужно будет тебе сделать. Потапов, ну ты мне уже испортил один раз жизнь. Ну, помоги мне, пожалуйста, хоть сейчас ее наладить, а? Может быть, это вообще мой последний шанс. Да-да-да, уже лучше. Анечка, доченька, пока. Веди себя хорошо. Пока. Завтрак, школа, экскурсия, танцы. Твоя мама думает, что я без расписания не знаю, куда ты ходишь. Куда же подевался этот ребенок, а? Здесь нет. А, и тут тоже нет. Ну, ладно, придется есть это вкусное печенье одному. Нет, папа! Ага, попалась. Пошли. А по выходным папа Волк водил его в кинотеатр, на мультфильмы, они ели мороженое. Я сейчас скучаю, папа. Я знаю, малыш. И он по тебе скучает. Мам, а папа точно приедет на конкурс? Он будет очень-очень стараться. Если он приедет, мы завтра с Аней победим. Вы в любом случае победите, потому что ты у меня самый лучший. Мам, ты все еще любишь папу? Конечно, люблю. А теперь быстро спать. Спей. Мам, ты все любишь, как будто бы ты. Я знаю, я со мной с тобой. Я пойду и jeu. Но мне кажется, как это не мат. Мне кажется, это не просто это. И я не знал, что он паё� что-то не может. Пётр, здравствуй. Извини, что так поздно. Хотела уточнить, ты приедешь завтра к Вовке на выступление? Ну, постарайся, пожалуйста, он тебя очень ждет. Как ты вообще? Тебе правда это интересно? Да нет, просто как-то странно, ты никогда не интересовалась моей жизнью после развода? Я расскажу, мотаюсь по стране, порой даже не поэты. Работы очень много, не высыпаюсь, очень тяжело. Ну, я не жалуюсь, слышишь? Я сейчас денег заработаю. Заработаю и Вовку возьму, где-то на неделю. Надо пожить. Мы с ним хотим. Чего вру ты? Чего? Когда я вообще врал тебе? За исключением, может быть, того случая, да. Слушай, сейчас не очень удобно говорить. У меня заказ важный. Светуль, давай я перезвоню. Все, давай. Любовь Николаевна, здравствуйте. Здравствуй, Женя. Как? Как самочувствие? Да как шина прокулатая. Да, врачех только что укол сделал. Садистка. Бонючий такой. Ну что, моя на тебя скинула? Анечка. Нет, с собой забрала. Я... Пап! Опять выгораживаешь ее. Любовь Николаевна, Борисе нужно подумать о будущем, раз со мной не получилось. А ребенок помешать может, да? Я бы не говорил так категорично. В общем, Женя, давай вот без этих объездов, так? Мы же с тобой... Вы все-таки родные люди. Не раскисай. Держись. Я сама хотела к вам подъехать. Ну, эти вот живодеры в белых халатах не отпускают меня. Ой. Ладно, спокойной ночи, Женя. И вот что, помни, это моя дочь с тобой развелась, а не я. И вам спокойной. Алло, Женя, что-то случилось? Ничего. Что, я не могу просто так позвонить своей сестре? Можешь, но сейчас вообще-то ночь. И ты спишь? Нет. Пытаюсь разобраться в завтрашнем дне. Вдруг я что-то напутала. Ой, это вряд ли. Ты же моя железная старшая сестра. Светлана Владимировна помощник мэра, которая никогда не ошибается. Кроме того случая, когда вышла замуж за этого своего Петра. Непризнанного гения фотографий. Жень, спокойной ночи. Подожди, не обижайся. Я просто хотела тебе сказать, что я в тебя верю. И ты обязательно со всем справишься. Спасибо. Пока. Да, доброе утро, Валерий Михайлович. У меня занятия в десять утра. Как? У меня же только вечерние и дневные занятия. Нет, в расписании ничего такого не было. Заболела? Хорошо, я подменю. А какой язык даст и столь? Я буду. Ты рюкзак собрал? Да, еще вчера. Мам, стихотворение выучил? Мам, ну мы же на экскурсии идем. Какое еще стихотворение? Читай, я послушаю. Что такое Новый год? Это все наоборот. Читай, читай. Олег Николаевич, да, я получила ваши комментарии. Уже правлю. Через полчаса отправлю вам все на почту. Мам, мы опоздали. Владимир, мы все успеем. Продолжайте читать стихотворение. Елки в комнате растут. Мама с дядей Мишей могли бы меня с собой взять. Мама говорит, что детям вредно зимой ездить в теплые страны. Правильно, мама совершенно права. Ну да, я могла бы там заболеть. И потом. Если бы ты уехала, ты не смогла бы попасть на танцевальный конкурс. Ты же так к этому стремилась. Папа, ты об этом помнишь? А мама сказала. Папа все помнит. Так, это ты? Да, это я. Это и мама, и дядя Миша. Пап, а ты не поместился. А теперь налетай. Блины по папиному рецепту. Чай будешь? Да, Валерий Михайлович. Урок? Конечно помню. Да, я успеваю. Ешь быстрее. Остыну, будет невкусным. Угу. Ой! Вовка, осторожно, не ушибся? Нет. Возьми. Спасибо большое. Сколько раз я говорила тебе, не берите эти игрушки с собой. Ты же уже взрослый. Стоять! Стой! Стой! Ой, нет. Следующий уже в девять. Спасибо. Это я виноват. Да ни в чем ты не виноват. Но так мы точно опоздаем. Токси! Значит, мы опоздали. А я так хотела посмотреть, как делают елочные игрушки. Ну, прости, дочка. Всю ночь работал, вот из-за этого проспал. Нам было ставить будильник на телефоне. Отвыкай тебя в школу провожать. Да это я забыла тебе напомнить. Ну, ничего. Я обещаю тебе, что я отвезу тебя на этот завод. А? Договорились? Угу. Привет. Привет. Мам, мы опоздали! Не расстраивайся. Я попросила папу, он меня отвезет на следующих выходных сюда. Они уже уехали? Не прошу. Он и тебя возьмет. Да, вся начальная школа. Строго по расписанию. Ой, нет, нет, нет. Только не сегодня. А что, в чем дело? У меня очень ответственный день, а мне сына не с кем оставить. Вот, и у меня тоже ответственный день, а дочку не с кем оставить. Ну, хотите, мы вас сможем на машине подвезти? Спасибо большое. Ну, идемте. Идем. Я Светлана. Я Евгений. Угу. Слушайте, а мы с вами виделись на райиских собраниях как-то, да? Да, наверное. День, конечно, сегодня очень добрый. Села? Ага. А вы писатель? А? Нет, это самоучитель. Французского, немецкого. Угу. Там разные. А китайского нет? Китайский в процессе написания. Жаль. Жень, привет. А ты можешь сегодня с Вовкой посидеть? У меня безвыходная ситуация. Слушай, ну я правда не могу. У меня тут полный дурдом. Еще. Баннеры надо переделывать, еще за костюмами ехать. Ну, я и так уже на грани. Ну, попроси Петра, он же все-таки отец. Я очень редко тебя о чем-то прошу. А почему мы не едем? Ну, да вот что-то не получается. Не заводится. Угу. А вы ее заправляли? Ну, естественно. Нет, забыл. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Ничего нельзя побыстрее придумать. Говорят, китайцы быстро, это медленно, но без перерывов. Спасибо большое. Мы с вами доедем. Владимир, выходим. Пока. Пока. Ну, дела. Ну что, попали мы с того? Угу. Такси! Тебе что, жить надоело? Под колеса бросаешься? Не стыдно орать на женщину? Да так, жалко тебе стало. Ну, если жалко, то поезжайте в мэрию. Вопрос жизни и смерти. Тяжелое утро? Ну, смотрите на дорогу, куда вы едете. Там же ремонт. Ничего, сейчас объедем. Вас, случайно, не Евгений зовут? Николай я. Слава Богу. А то мне сегодня Евгеньев не везет. Здесь налево. Подумаешь, забыл заправиться. Ну, наконец-то. Канистра, шланг и доброе слово творят чудеса. Только перед Ловкиной мамой неудобно. Мы их так ему подвяжились. Пап, мы когда к бабушке приедем? Я, наверное, скучусь там одной в больнице. Так. Звонят. О. А это не у меня. Ищи ее. Нашла. Нашла? Что это? Отвечай. Да, алло. Здравствуйте. Да, дело в том, что Светлана забыла у меня свой телефон в машине. Да. Да нет, ну, между нами ничего не было. Бросил трубку. Ну? Угу. Ну что, надо вернуть телефон хозяйке. А ты на работу не опоздаешь. Дела надо решать. По приоритету. Добрый день. Веди себя хорошо. Сегодня очень ответственный день. Никому не попадай сильно на глаза, особенно моему начальнику. Здрасте. Здрасте. Прием китайской делегации. Очень серьезные переговоры. Здрасте. Короче, не до детей. Понял меня? Да, понял. Понял. Привет. Привет. Олег Николаевич у себя? Нет еще. Вовка, привет. Здрасте. Свет. Ты с ума сошла? Это на пару часов, не волнуйся. До пресс-конференции я его куда-нибудь пристрою. Так, посиди здесь, а я что-нибудь пока придумаю. Не понял, а? Да что ж такое? Где он может быть-то? А я не брал. Да, конечно, сынок. Так, спокойно. Светлана. 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 Не звонит? Понятно. Ладно, это еще не какой-то Света. Алло, Петр, привет. Это папа? Дай мне. А ты не смог бы? Что? Ты мне позвонил, а трубку взял мужчина? Я не знаю, кто он. Хотя нет, догадываюсь. А, понятно. Да нет, я все понял, ясно. Угу. С Вовкой посидеть, конечно. Слушай, я могу сейчас приехать. Ну, то есть, если я сейчас приеду, я же вечером не смогу. Ну, да. Ну, я тоже так считаю, давай. Ну, давай, до встречи. А это кто? Пейзаж. Нет, нет, вот это кто? Ассистентка моя. Здесь тоже она. Да, она же. И это тоже она? Голая. Ну, любит человек фоткаться, что это? Голый любит в той руке. Это имеет значение? Имеет. Он там сам звонит. Да? Уже бегу. Так. Значит так, ты сиди здесь, не шуми, и ни в коем случае не выходи. Понял меня? А я скоро приду. Давай, давай. Давай, давай, давай. иди сюда, как мишка. Папа проведет урок, и потом пообедаем. Ясно? Ты опоздал на одиннадцать минут, как обычным. А где ученики? Ушли? А их и не было. Я решил тебя проверить. Устроил тебе, так сказать, экзамен на пунктуальность. И ты его не сдал. Ты, Евгений, самый безответственный преподаватель в моей школе. Еще ребенка с собой притащил. Мне не с кем дочку остановить. Я уволен. Не дождешься. Дисциплина у тебя, конечно, хромает, зато посещаемость зашкаливает. Приятно слышать. Я не только за этим тебя вызвал. У меня к тебе серьезный разговор. Ты сейчас сходи и попей кофейку, там мне еще нужно пару важных звонков сделать. Я тебя позову. Здравствуйте. Евгений Иванович. Анечка, привет. Давайте я помогу. Я сам, сам. Давайте я помогу. Издевайтесь, я повешу. Ой, Анечка. Ой, как ты подразумеваешься. А давайте я чаю поставлю, Евгений Иванович. Чаю, да, пожалуйста, можно. Спасибо. Измешечки. Анечка, как дела? Китайцы сказали, что довольны гостиницей. Это наше расписание. Никаких изменений не предполагается. Подарок для гостей у меня в кабинете. Это большая прекрасная матрешка ручной работы. Так. Надо же. Вы мне звоните. Да. Добрый день. Я заранее прошу прощения. Я могу услышать Светлану? Это вас. Да, да, вас. Алло. Алло, Светлана. Это Евгений. Евгений. Давайте позже поговорим. Мне сюда звонить? Нет, больше никогда не звоните мне на этот номер. Ладно. Я перезвоню. Простите, это не повторится. Надеюсь. Значит так. Евгений, вы сегодня так хорошо выглядите. И парфюм у вас такой волнительный. Спасибо. А это кто? Тебя это не касается. Ты чего пришел? Как? К тебе. Зачем? На тебя посмотреть. Посмотрел? Молодец. Можешь идти? А ты? А я здесь останусь. Я же на работе. Это ты ходишь, отвлекаешь. Сам не знаешь зачем. Почему не знаю? Ну? Ладно, иди давай. Вспомнишь, зачем приходил, позвони. Юль, еще раз кем-нибудь увижу, ноги вырву. Ему. Душу вырву бы наконец. Хоть кому-нибудь. Хоть кому-нибудь. Хоть кто-нибудь. Ну... А как продвигается китайский самоучитель? А, ну, еще несколько бессонных ночей, и он будет готов, да? Какой вы трудоголик. Так, опять чаепитие? Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. А у вас, барышни, между прочим, скоро занятия начнутся. Да. Спасибо. Женя, зайди ко мне. Я присмотрю с Занечкой. Спасибо. А тебе разве работать не надо? Все, что надо, я сделала, папа. Ну-ну. Что у тебя с моей дочерью? Честно? Ничего. Отчего она вокруг тебя вьется? Не могу же я ее отгонять. А ты попробуй для разнообразия. Девочка молодая совсем, ей учиться надо, а ты им мозги пудришь. Ладно, я чего тебе позволь. Нам сегодня начальство из Москвы приезжает. Семен Семенович? Ну, именно он самый. С ним какая-то важная дама с телепродюсером. Вот их надо встретить. Ну, естественно, дневные занятия я тебе найду за меня. А чего они хотят? У них идея какого-то совместного образовательного телепроекта. Ездят по нашим филиалам, ищут ведущего. Так вот я хочу, чтобы они выбрали мою дочь. А как же ее учеба? Вот в Москве и доучится. Мне Юльку надо представить во всей красе, понимаешь? Ну вот как это лучше сделать? Так они придут к нам на занятия? Разумеется. Отлично. Пускай проведет вечерний урок вместо меня. Да хорошая мысль. Ну, ты тогда быстренько ей расскажи, что, как. Она девочка смышленая. Правда, зажата немножко. Я помогу ей расслабиться. Евгений! Смотри у меня. Аня, если я узнаю, что ты с ней, все освободен. Где Аня? Не знаю. Только что была здесь. Тайском я подумала, что, может быть, вы захотите поговорить с нашими гостями на их языке. Отлично. Спасибо, Светлана. Вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями. Оля, вызови-ка меня. Так, а откуда здесь ребенок? Не знаю. Это... А это, наверное, мальчик из хора, который участвует в выступлении перед нашими китайскими партнерами. А почему один, если он из хора? Видимо, потерялся. Да, мальчик? Ты ведь потерялся? Немедленно сделайте так, чтобы он нашелся. Не хватало, чтобы в приемной оказался весь хор. Конечно. И вызовите мне Николая Ивановича. Ты чего вышел? Мам, я писать хочу. Так, быстро одеваться. Ты зачем это сделал? Я хотела проверить. Там было написано. Пишут везде. Ты чего ж себе на лбу не написал? Ну почему же? Я на руках. Аня, Аня! Ну что ж ты утворяешь, а? Аня! Тише, тише. Чар, Чар, иди сюда. Сперес уже. Ты мой хорошенький. Иди сюда. Папа, прости меня, пожалуйста. Просто он так хотел кушать. Эй, ты где? Иди. На, на. Нет, не повод от меня сбегать. Он такой хороший. Я бы хотела кошечку или собачку. Намяжла? Ну, дядя Миша, это как его, аллергия. Да, аллергия, это серьезно. Давай ручку сюда. Ну ничего, лягушенок, вырастешь, тоже заведешь себе собаку или кошку. Да? Ты же у меня хорошая девочка. Обещаешь, что ты не будешь сбегать от меня? Обещаю. Когда природа, деревья, это... Андрюша, выручай, я вся надежда только на тебя. Ты знаешь, а мне нравится. По-моему, у него талант. Понял. Тебе не до шуток. От тебя можно позвонить? Да, вот телефон. Евгений, это я. Вы извините, что я вам нагрубила. Вы не могли бы вернуть мне мой телефон? Хорошо. Только у меня катастрофа со временем. Где я? Я в детской студии Леонардо. Это на улице... Прибор строителей. Прибор строителей. Вот это. Да? Ой, вы меня очень выручите. Спасибо, жду. Ну что? Растворитель не берет. Поэтому маркер вычищать это время. И покрывать лаком в два слоя тоже время. Она мне нужна через час. Так, через час. Ладно, есть одна идея, как сделать быстрее. Отлично. У меня еще одна проблема. С кем мне оставить сына, пока я буду развлекать китайцев? Ну, тоже мне проблема. Вера. Да-да. Вера. Займи, пожалуйста, ребенка. Пусть он тебя в студии порисует. Ну, конечно. Как тебя зовут? Вовка. Пойдем. Спасибо. Вы не беспокойтесь, я педагог со стажем. Не дам вашему мальчику скучать. Сейчас у нас рисование, потом будем лепить из глины. Так, Владимир, пообещай мне, что будешь вести себя хорошо. Все будет хорошо, мамочка. Мам, ну я уже взрослая, ты мне при всех. Ой-ой-ой. Светлана, я ваш телефон принес. Папа. Я не хотел. Спасибо. Вот молодец. Вот что мне теперь делать? Он мне весь день на этом телефоне завязан. Кисточку держи. Вот, берите мое, потом вернете. А вы? Я, а я все равно до поздна на занятиях просижу. Я преподаю в школе иностранных языков полиглод. Знаете? Спасибо. Телефон на две сим-карты, так что мою можете не доставать, а свою вставить и все. Вот осторожненько. Ну вот. Ты меня спас? Спасибо. Сыночек, я побежала. До свидания. Не отвлекайтесь, детки. Сына оставил здесь, да? Да, посидит, порисует под присмотром. А мне можно? Что? Дочку оставить. А, ну это надо с Верой поговорить. Сейчас. Вера. Давай, давай, ты древнегреческая богиня. Как шок ты выше. Как богиня плодородия. О, вот отлично. Так хорошо? Да, Афина. Не улыбайся, серьезно. Не смеши меня. Сюда смотри. Сюда, вот достяще. Слушай, я кушать хочу. Ну, сейчас пиццу закажем. Нет, я не хочу пиццу. Я хочу в ресторан. Ресторан? Угу. Сейчас я договорюсь. Мы рады дорогим гостям. Мэру города Фуджоу, господину Мэнгу и господину Тао. В рамках сотрудничества мы вместе будем строить в Макаровске центр спорта и детского творчества. Там будет большой стадион, бассейн, различные кружки и секции. По примеру города Фуджоу мы займем досуг наших любимых детей и молодежи спортом и творчеством. И тем самым сделаем шаг к оздоровлению и воспитанию всей нации. Денисова Юлия Валерьевна, 97-го года рождения. Молоденькая еще совсем. Ну, уже очень опытная. Учится на втором курсе инъяза. Кстати, собирается переводиться в Москву, в ГИМО. Ясно. А ты, Евгений, что скажешь об этой кандидатуре? Очень перспективный и квалифицированный специалист. Ну, а сам-то не надумал еще перебраться в Москву? У нас ведь там и зарплаты больше, и соцпакет лучше. Да нет, что вы, у меня тут дочь куда я уеду? Семен Семенович, ну вот опять вы моего лучшего педагога в столицу сманиваете. Валерий Михайлович, да перерос он твой Макаровск уже давно. Головы на три как перерос. Да, потому что ваши самоучители, Евгений, в Москве прекрасно продаются. Ваша методика очень доступна. Спасибо. Семен вас так расхваливал. И плюс, Евгений, у вас прекрасная телегеничная внешность. Ну, значит, расклад такой. Сейчас я вам показываю школу, потом поедем перекусом, ну, а вечером я представлю нашу кандидатуру на роль ведущей. Увидим ее, так сказать, в деле. Прямо в деле? Да, на уроке. Между прочим, старшая группа, студенты, аудитория непростая, но наш педагог тоже не промах. Замечательная девушка, красавица, пять языков знает, а ученики ее просто обожают. Надо же, как много у вас здесь талантов. Привет. Хорошо выглядишь. Ты зачем хотел встретиться? Ну, как? Как зачем? Поговорить? А по телефону нельзя было поговорить? Можно было, только твоя секретарша мужского пола не дала соединения. Я же тебе говорила, это была случайность. Да я тебя не осуждаю. Красивая женщина не может долго быть одна. Тебе опять деньги нужны? Ну, почему опять? Просто крайние обстоятельства. Сейчас была командировка, за свой счет все было. Там объектив разбил. Ты не думай, я все отдам. У меня три предложения сейчас. Думаю, кого из них выбрать. Может, для разнообразия тех, кто заплатит? Смешно. Ну, ладно, могла бы просто сказать нет, я бы понял. Давай. Петь. Да пока. Петь, подожди. Мне тоже непросто. А ты мне совсем не помогаешь. Да я с радостью, я хочу помогать. Но без этого объектива я, правда, как море без чайка. Да я же не про деньги. Я про то, что ты мог бы больше времени проводить с сыном. Он же тебя ждет постоянно. Он каждый вечер эту твою дурацкую сказку про волка вспоминает. Слушай, я обещаю, я заберу его. Буду учить фотографии. Все, как ты хотела бы. У меня с собой налички только вот пару тысяч. Слушай, у вас там банкомат в фойе стоит. Смотри, смотри. Это мой папа написал. Я понимаю, я английский язык учу. Вот видишь, какие там картиночки. Везет тебе. Ты часто папу видишь. Дай посмотреть. Не дам, это мое. Ничего не твое, это все общее. Я не дам. Это папина. Отдай. 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 Ты. Алло. Заберите своих детей, пожалуйста Они ведут себя недопустимо Немедленно приезжайте и забирайте Все Простите, пожалуйста, ради бога Накажите их, поставьте в угол, лишите сладкого Но только у себя оставьте Я вас очень прошу, войдите в мое положение Я понимаю, что безвыходная ситуация Но мне-то что делать? Ждать, когда ваши дети разнесут всю студию? Или покалечат других детей? Нет, приезжайте Да, сейчас Так, полиглот Алло Алло, здравствуйте А вы могли бы позвать к телефону Евгения Потапова? На совещании с руководством? Хорошо, спасибо Миня, ты же прекрасно знаешь Так не важно, чтобы Юлька получила эту работу в телешоу А сам постоянно себя пиаришь Я? Я ни одного слова не сказал Семен Семенович сам все выложил Юлю вашу я подготовлю Не понял Ты мне звонишь? Да Это тебя Меня? Да Евгения, здравствуйте Наши дети устроили в студии погром Их нужно срочно забрать Насколько я помню, у нас с вами нет общих детей Вы можете не шутить? Хорошо Хорошо, сейчас заберу Но потом вы с ними сидите Принято, договорились Евгений, я вообще-то не твой личный секретарь Почему эта барышня звонит мне? Валерий Михайлович, это долгая история Я тороплюсь просто Утро была одна дочь, теперь уже дети А ты быстро? Это просто знакомая Аня, все равно ее забирать Евгений, это, наверное, не мое дело Но все-таки, мне кажется, ты слишком мягок Слишком много людей пользуются твоей добротой Да, возможно Ладно, это твоя личная жизнь Ты, главное, про мою дочь не забудь, пожалуйста Да-да Нет, я обещаю, что она выступит так, что все дар речи потеряет От восхищения Я пошел Ну-ну Расскажи-ка нам, дорогой Вовка, зачем ты драться по ней? Я хочу Аню защитить Я и сама могу за себя постоять Молодец, вот это ты молодец Аня, а вот девочки не должны драться Для этого есть мужчины, которые должны защищать женщин А потом эти мужчины становятся мужьями этих женщин Доходчиво объяснять? Ну да Дядя Женя, почему ты развелся? Ты что, больше не хочешь защищать тетю Ларису? Мама сказала, что папа так и не повзрослел Странным вроде он просто Так, все Пирожные хотите? Ага Отлично, после обеда В машину Прыг Черт Что же за день такой? Проблемка небольшая Сейчас колесо подкачаю и поедем Вов, смотри, там палатка с пряниками И что? Пойдем купим Знаешь, какие они вкусные? Моя бабушка их очень любит Но это надо у твоего папы спросить Мы без страха Он даже не заметит И это укрепит дружбу между нашими городами А это наш скромный подарок Как говорится, от чистого сердца Это что мы имеем в виду Что мы имеем в виду Что мы имеем в виду Что это за ужас Это Дед Мороз Который любит детей И на Новый год дарит им подарки Таким же подарком Для детей нашего города Станет Будущий центр спорта и детского творчества Он сказал, что это Дед Мороз Это для детей Дед Мороз Дед Мороз Снегурочка Снегурочка Ну что, а теперь Давайте пройдем к макету Нашего будущего центра Ну вот Проблема устроена Теперь можно и пообид Извините, вы не видели Мальчика и девочку Лет шести-семи Нет, к сожалению Не видел Здравствуйте Дайте нам, пожалуйста Пять новых пряников Нет, десять Двадцать Сейчас, мои дорогие Сейчас Сейчас Очень вкусные Сам Ох Еле сдерживаюсь Чтобы все Не съесть Ой Ароматные Девятнадцать, двадцать Вот, держите Сто пятьдесят рублей Извините А вот у нас Вот только вот это Ну ладно, все А у мамы Или у папы Есть? Мама на работе А Папа не должен знать Что мы тут Угу Решили Дурачка из меня слепить? Да нет А я вот сейчас вас Полицию сдам Паршивцы, а Держите Держите, воришек Держите, держите Держу, держу, держу Что случилось? Украли Пряники Целый пакет Ага И где эти пряники? Вот они Пряники Как же они их украли Если они у вас в руке? Ну, хотели украсть Ну, не хотели украсть Мы хотели купить А у нас денег не хватило А он на нас набросился Так, сколько они вам должны? Нет, а Тебе что, больше всех надо, да? Да, больше всех надо Потому что это мои дети Сколько? Сто пятьдесят рублей Мне только третий Ага, так Бездач Держите Значит так, Лов Маме про побег Ни слова Ага Это наш с тобой секрет За это можете съесть все пряники А бабушке? Бабушке, да Тоже оставьте Здесь у нас бассейн На втором этаже балетная студия Зал для занятий восточными единоборствами Бокс И за студией Ну и другие дружки А где люди? Люди? Сейчас будут Какие люди? Это же макет Вот люди Цэшэн и лаяла Это 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 Что-то Почему Вы Не Переводите Что Они говорят Они Говорят Что Очень Рад Что Могу Сотрудничать Такими Людьми Как Вы Что-то Не Очень Радостно Не Выглядит Если Надо Мы Можем Помочь И Техникой И Радостно Натем То Если Уже у готового комплекса. Ну, после того, как мы немножечко поближе познакомились, я предлагаю всем пойти пообедать. Хорошая мысль, Светлана Валерьевна. А у нас как раз все организовано. А что, мы去吃个饭吧? Да, мы не планировали, но можно посмотреть строительную площадку? Площадку? Сейчас? Да, конечно. Но сначала давайте пообедаем. Как говорится, сытым желудком и прекрасней живется. Через два часа мы отвезем вас на стройплощадку. Она говорит, что мы можем, что мы едем, что мы едем. И мы едем, что мы едем, что мы едем, что мы едем, что мы едем. Хорошо. Светлана, я не понял, почему вы прервали переговоры? Что-то не так. Да? Вам тоже показалось? Ну так поехали бы на площадку, там все в порядке. Нет, туда пока рано, не надо спешить. Пока вы обедаете, я все разузнаю. А стойте, куда вы? Есть человек, который нам может во всем этом помочь разобраться. Я к нему. А как же стройка через два часа? Я приеду сразу туда и буду вас ждать. Светлана Валерьевна, вы не подвозите меня. А где Евгений Потапов? Он на уроке? Понятия не имею, давно должен быть здесь. А дети? С ним должно быть двое детей, Анечка и Вовочка. Я ему сейчас позвоню. Не надо, у меня его телефон. А вот и мы. Я не понимаю по-китайски, но что-то явно пошло не так. На нормальную информацию с нашей стороны они долго начинали переговариваться между собой. Я записала пару фраз на телефон. Вы не могли бы мне их перевести? Да. Она говорит, что вам нужно три года, чтобы подготовить площадку. Не было такого. Мы за год пообещали им все подготовить. Она что, неправильно переводит? Да, возможно. Надо только разобраться, насколько она далеко зашла в своем вранье. А что-нибудь еще есть? Нет. Так, а что делать? А вы могли бы со мной поехать на переговор? Ну, чтобы послушать, что именно она переводит и что они между собой говорят. Через полтора часа... Евгений, как хорошо, что я тебя нашел. Да. Ты скажи, пожалуйста, когда моей дочерью займешься? А, скоро. Я сейчас хотел. А, спасибо большое. Ты меня очень обижишь. Что про переговоры? Не забудьте, что у вас своих проблем хватает. Ну, мои проблемы пустяки по сравнению с тем, что в нашем городе не будет детского центра. А вы успеете девушку подготовить? Да, девушка не так уж и безнадежна. Надо только немного подтянуть. Спасибо большое. А я пока накормлю детей обедом. Хорошо. Светлана, а может, перейдем на ты? Я только за. Угу. Вовка, ты чего не ешь? Так, вы чего оба не едите? Что-то не хочется. Ну, хорошо. Придется раскрыть свой секрет. Кто съест весь суп, тот получит... ...медовые пряники! Можно мы их завтра съедим? Владимир, что случилось? Это же твои любимые. Ты не заболел? Нет. Просто у нас есть свой секрет. Нам нельзя об этом говорить. А с чем связан этот секрет? С дядей Женей. И с тобой. Он что-то сказал обо мне? Да, но папа просил ничего не говорить. Это связано с чувствами. Да, он сказал, что ты можешь разозлиться на него. И поэтому мы тебе ничего не скажем. Хорошо. Это связано со мной, с дядей Женей, с чувствами. И с тем, что я могу разозлиться. А если я не разозлюсь? Мы тебе все равно ничего не скажем. Не скажем. Так, но суп вам все равно придется съесть. Смелее. Не бойся. Главное, будь сама собой. Не строй с себя всезнайку. Искренне всегда привлекает. Тем более, у тебя будет моя группа. Так что не подведи. Юль, если не будешь стараться, тебя не возьмут в это шоу. А я, может, не хочу, чтобы меня взяли. Я вообще не хочу уезжать. Так. Это почему? Потому что у меня здесь Гриша. А папа считает, что мое счастье в этом идиотском шоу. Вот пусть сам и едет. И пляшет перед этими камерами. А что ты тогда за мной бегал? Папа твой меня замучил. Зачем мозги пудришь моей девочке? Девочка сама не знает, чего хочет. Ну, я хотела, чтобы Гриша действовать начал. Может, приревновал к вам. А то он только ходит, ходит и смотрит. Ну, так скажи ему об этом. Кому? Побили Гриши? Обоим. Да меня папа за это... Уволит? Нет. А вот мне может. За то, что я тебя не подготовил. Я вот ничего не боюсь. И ты не боюсь. Скажи, как есть. Хуже не будет. Извините, нам пора. Скажи, как есть. Мне бы только подойти к делегации поближе. Я что-нибудь придумаю. Если я услышу что-нибудь подозрительное, я дам знак. Угу. А какой? Не знаю. Воздушный поцелуй, например, пошли. Вот такой. У меня еще вопрос. Да? Дети мне сказали, что у вас есть от меня секрет. И что? Они его уже вылазили? Да нет. Молчали, как два партизана. Но я, кажется, догадываюсь, в чем дело. Любопытно. Может, ты мне расскажешь? Ну, я боюсь, что могу тебя разозлить. Это что, что-то ужасное? Нет. Но я немного поволновался. Так, вы вдвоем останетесь в машине. Мам. Так, никаких мам. Давай. Ань, ну посидите в машине чуть-чуть. Только никуда. Понятно? Мы ненадолго. Понятно? Вова, не выходи из машины. Нехорошо их оставлять одних в машине. Да? Димечка, а вы не присмотрите за нашими детьми? Мы ненадолго. Пожалуйста. Ну, ладно. Только внимательно, пожалуйста. Постарайся. Олег Николаевич. Я пригласила на встречу нашего главного инженера. Здесь,他们的总工程师. Это место, очень хорошо. Площадка хорошая. Уже со всеми договорились. Электричество, вода. Электричество, вода. Я знаю это место, тут недалеко больницы. И что? Ну тут бабушка моя, я хочу к ней сходить. Поможешь, а? А как же этот? Он с нас глаз не спускает. Ты только тихо, не шуми. Субтитры делал DimaTorzok Этот человек знает, что делает? Да, я за него ручаюсь. Он подал мне знак. Это что, тот волшебный поцелуй, что ли? Да, ну знак, если он заметит, что-то подозрительное. Кто он такой вообще? Лицо вроде знакомого. Это Евгений Потапов. Он преподает языки в школе полиглот. А его самоучители продаются в каждом книжном магазине. Точно, точно. Он же на нас с витрины смотрит. Ну и? Он знает китайский язык. И я привезла ему, показала записи на телефоне. Когда он ее посмотрел, он сказал, что переводчица переводила китайской делегации, что площадка будет готова через три года. А вы говорили, что через год. Ну и после этого мы решили с ним приехать, чтобы он послушал и сказал, что наша переводчица сочиняет. Да, да, да. Что произошло? Что они говорят? Оказывается, ей заплатили, чтобы она сорвала переговоры. Поэтому она и переводила неправильно. Да. Мы против этого, что мы хотим. Мы не будем делать это. Они приносят свои извинения. Готовы все подписать. Очень рад. Очень рад. Приглашает вас в ресторан. Отметить успешное завершение переговоров. В шесть часов. Сегодня? Сегодня. А в шесть, но у нас же... Ну и согласны. Согласны. Ужин в шесть. Всем у детей конкурс. Что будешь делать? Ну, я скачу к ним минут на десять, а потом незаметно смоюсь, и они не заметят. Что? Где они? Где? Да. Куда дети-то делись? Как куда? В машине сидят? Как? Нет их в машине. Нету? Нету. Ёлки-палки. В машине же сидели бы. Вов! Аня! Вова! Вов! Алло. Это тебе. Вов! Да. Где тебя носят? Москвичи скоро подъедут. Быстро сюда. А что, Юля ничего не сказала? Вова! Что делать? Думать. Аня, как научилась ходить, все время норовит смыться. Надо в полицию звонить. Да. А что толку? Все равно сразу ничего делать не будут. У меня у сестры одноклассник полицейский. Звони. Их вариантов у нас пока нет. Алло, Жень, у меня ЧП. Ань, ну и как мы пойдем? Что-нибудь придумаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в какой палате Родион и Любовь Николаевна? Так, дети, откуда вы взялись? Где ваши родители? Папа паркует машину, он сейчас придет. Вот когда папа придет, тогда вместе и поднимитесь. Одних я вас никуда не пущу. Ну, мне уже семь лет. Папа сказал, что я взрослая. Там бабушка одна скучает по мне. А вы меня не пускаете. Серьезно? Взрослая? Родионова, Родионова. Ну, значит, бегите. Четвертый этаж, 404-я палата. Спасибо. Игорь, дай им бахилы. Спасибо. Так, имя, фамилия мальчика и девочки. Так, стоп. А почему у них разные фамилии? Сереж, потому что у них отцы разные. Да у них и мамы разные. Господи, это длинная история. Сереж, ну сделай что-нибудь, а? Ну, ты же можешь. Так, ладно. Значит, вы говорите, что дети находились в машине, а потом исчезли. Да. Да. Ну, может быть, они просто ушли? У меня Вова просто так никуда не уходит. Ну, как видите, уходит. Вы что, сговорились, что ли? Вы можете просто помочь нам найти детей? Я вообще-то этим и пытаюсь заниматься. Так, ладно. Давайте вместе подумаем, куда они могли пойти. Так, значит, мы здесь. Здесь у нас стройка. Здесь парк. Здесь больница. Скорее всего, они в парк рванули. Там аттракционы. Зимой. Да, не вариант. Вы сказали больница? Да, больница. В этой студии неинтересно. Там хулиган мне папину книжку порвал. А вот он за меня заступил еще. Ух ты. А что ж ты мне не представишь своего кавалера, а? Это Вовка. Здравствуй, Владимир. Здравствуйте. Только я не кавалер. О, ну вот и как посмотреть. Ой, что-то твой папа очень долго паркуется, а? Может, случилось чего? Бабушка. Что такое? Я соврала тебе. Нас сюда не папа привез. Мы сами пришли. Сами? Мы сами. Так, секундочку. Сами они пришли. Алло. Любовь Николаевна, здравствуйте. А дети у вас? Ну да, да, оба у меня. Радует мое сердце. Вот, отлично. Я скоро за ним приеду. Хорошо. Так. Ну, а теперь давайте, рассказывайте. Что там случилось на самом деле, а? Слава Богу. Да. Ты же не понимаю, как ты догадался, где они? А, я просто научился слышать свою дочь. Она очень хотела навестить бабушку в больницу. Я поражаюсь твоему спокойствию. А что нервничать? Дети найдены. Как так? Они ушли одни, черт знает куда. Главное, что они добрались до бабули. Уж она-то их не отпустит. Поверь. Ну, поехали. Подожди, а как же твои смотрины для москвичей? А что ни придумаю. Нет, нельзя одну девочку бросать на съедение этим столичным. Давай я тебе помогу. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Валерьевна. Тема нашего урока... Тема нашего урока... Тема нашего урока... Знаете, сегодня я должна была провести урок вместо Евгения Ивановича. Я к нему подготовилась очень основательно. Но проводить урок я не буду. Потому что я не хочу переезжать в Москву. Я хочу остаться здесь. В своем родном городе со своим любимым человеком. Он, конечно, очень нерешительный и никогда не признается в своих чувствах. Поэтому я сама... Юля, подожди. Я сам скажу. Юль, ты выйдешь за меня замуж? Да. На этой радостной ноте хотелось бы спросить. А кто продолжит урок? Интересно, а меня вы сюда притащили? Смотреть перспективную кандидатуру на образовательную передачу или свадебное шоу? Ага, сидите. Здравствуйте, Любовь Николаевна. Здравствуй. Так, с тобой, Анечка, я дома поговорю еще. Кажется, нам лететь. Так, дети, давайте-ка выйдите в коридор. Давайте, давайте. Так, одну минуточку. В этот раз не убежишь? Все, сиди там, жди. Ой. Ой, очень уж вы современные родители. Очень с детьми вы много носятесь. Вот, в наше время, а? Мы до школы семь километров в Кишков мы ходили. Это только в одну сторону. А потом обратно еще. Ничего, выросли. А сейчас ребенок, он что, он два шага от дома и боится сделать? Он сам себе нос не может вытереть? Да. Безусловно, вы правы. Я одно могу сказать. У Анечки очень хороший папа. А дочь моя дура. А где же, где же ваш замечательный полиглот Евгений? Пусть он продолжит урок. Я не советую. Почему? Совершенно безответственный, недисциплинированный тип. Вечно везде опаздывает. Но если хотите, я сам могу начать занятия. Нехорошо заставлять людей ждать. Может, все-таки подождем Евгения Ивановича? Нет, нет. Вы совершенно правы, Валерий Михайлович. Начинайте, продолжайте. Прошу прощения. Здравствуйте. Я помощник мэра Светлана Кудряшова. Олег Николаевич лично просил передать вам всем свои извинения. В связи с приездом в наш город делегации из Фуджоу ему срочно понадобился переводчик китайского языка, и Евгений Иванович любезно согласился нам помочь. Так Евгений еще и китайским владеет? Да. И еще, кажется, японским. А я думал, вас интересуют только европейские языки. Давай, давай, давай. Ждите меня здесь. Только клянитесь, что в этот раз никуда не сбежите. Нам больше никуда не надо, папочка. Поймал вас, Лава. О, Евгений Иванович! Евгений Иванович, не торопитесь так. Мы вас ждем. Кстати, как все прошло у мэра? У мэра нормально все прошло. Мне очень импонирует ваша популярность, но, может быть, мы начнем урок. Да. Извините, мне нужно бежать. У меня ужин с китайцами. Господи, как же вы нас напугали-то. Поклянитесь мне, что вы больше никуда не сбежите. А нам больше никуда не надо, мамочка. Ладно, я быстро по делам, а потом вы меня с дядей Женей заберете. Мам, на танцы точно успеем? Обязательно. На. Камень, ножницы, бумага, сумма, ефа. Лиля, я не боюсь трудностей. Я беру от этой жизни все и даже больше. Я нахожу свое там, где нахожу. И никому, никогда уже не отдаю. Мы рады, что все так благополучно разрешилось. Господин Мэн говорит, что все это благодаря внимательности Светланы. За это, по русской традиции, мы должны выпить до дна. Это Мао-Тай, китайская водка. Не обижай гостей. Итак, за встречу. Кань бэй! Кань бэй! Кань бэй! А мама скоро выйдет? Скоро. Пап, ну мы так на танцы опоздаем. Вов, а ты быстро иностранные слова запоминаешь? А? Смотри, какие. В Китае через полчаса будет уже полночь. И наступит китайский Новый Год. Праздник весны по-китайски. Мы очень рады встретить наш Новый Год вместе с русскими друзьями. Мы будем привыкнуть их в Москву в Пекин. Тепло от нашей встречи мы пронесем из далекой России в наш Пекин. Спасибо вам. Скажите господину Мэнгу, что мы тоже все очень рады. Редактор сказал, что они очень-очень очень рады. Опять этот мальчик из хора. Что-то он весь день меня преследует. Не переводите. Спасибо. Что он сказал? Он говорит, что ему с мамой пора идти. Это же там мама. Этот мальчик здесь не случайно. Это мой сын Владимир. И через полчаса у него первый раз в жизни танцевальный конкурс. И если я не уйду с ним, он во мне разочаруется, как в его маме. Поэтому, Олег Николаевич, вы можете меня уволить. Но я все равно уйду. Потому что сын для меня важнее. Он говорит, что его сын был выпускник. Особенно он вышел от полосу. А можно мы все вместе поедем, посмотрим на соревнования? А в чем дело, почему бы нам действительно всем вместе не поехать на танцевальный конкурс, в котором принимает участие вот этот замечательный мальчик? Кстати, я никого не собирался увольнять. Завтра, нет, завтра у тебя выходной, а послезавтра я надеюсь увидеть тебя на рабочем месте. Ну что, мы приглашаем вас. Ну что, покажешь высший класс? Да. Костюм у тебя красивый. Не волнуйтесь, мы будем за вас болеть. Это не Чепчик. Папа! О, добрый вечер. Петр. Евгений, мы как-то познакомились по телефону. А, да-да-да. Приятная ситуация была. Привет, ты место взяла? Давай не при всех. Давай, иди сюда. Пойдем, пересядем. Так, не будем вам мешать. Ты готов побеждать? Конечно. Уважаемые родители, просьба занять свои места в зале. Конкурс начинается. Я просто давай. Ну что, удачи, малыш. Ищите пальцы. Давай. 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 Уважаемые родители. Уважаемые родители. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец! Ура! Папа, смотри, какая медаль! Такая тяжелая! Давай, одевайся! Ничего себе! Папа, ты меня сегодня заберешь? Куда? Ну, к тебе! Ты же обещал! Неделю! А, да, я помню, но сегодня папа уезжает. У меня сегодня очень важное дело, но я вернусь и обязательно заберу тебя, слышишь? Все будет, как я обещал. Вот, слушай, круто! Молодец! Поздравляю! Вовка, иди, конюнте, сходи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Руки убери. Я просто хотел поговорить. Я тоже. Слушай, по поводу объектива этого. Он подорожал. Не можешь еще заняться. Через две недели я все отдам. Петя, хватит из меня дуру делать, ладно? Видел я твой объектив, ты с ним в ресторане целовался. А выгуливал ты ее, видимо, как раз на мои деньги. Здравствуйте! Здравствуйте! Слушай, ты не так поняла. Это клиент, там большой заказ у меня. Знаешь, мне все равно. Это меня правда не касается. Я не запрещаю тебе общаться с ребенком. Я просто не позволю его больше обманывать. Понял? А между нами все, пока. А я всегда знала, что ты козел. Рада, что и моя сестра это поняла. Ну что, может быть, отпразднуем победу? Давайте как-нибудь в другой раз. Это ваша сим-карта. Всего доброго. Пойдем. Ты чего такой грустный? Мы сегодня молодцы, победили. Да, я скучаю по Анечке. Она классная. Вот как? Я даже сегодня за нее подгрался. Папа, ты куда? Ань, а хочешь в гости? В ковке заедем. Хочу. Хочу. Здрасте. Здрасте. Привет. Привет. Еще раз. Я тут вспомнил. Я же тебе кое-что должен. Проходите. Анечка, проходи. А ты о чем? О чем? Вот. Ну ты что, не надо. Правда, я и забыла в этой сути. Нет, нет, нет. Это тебе. Давай. Спасибо. Вот еще. Шампанское. Детское. Угу. А давай запустим фонарик. Вов, давай мы сначала чай допьем. Ой. А мы потом допьем. Что, мы чай никогда не пили, что ли, а? Ну, за мной вышло. Ура! Эй, Стахик! Есть, Чау. Вот это моя. Где папина ботинки? Вот. Кто последний, то жареная лимушка. Запускай! Все. Запускай, давай, 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 давай. Оп, оп. Ой. Ой. Папа, мне холодно. Сильно? Быстро в комнату. А ну, лови. Оп. Оп. А можно на мультике посмотреть? Конечно можно, но только недолго. Ага. Давай помогу. Ой. Спасибо. Мультики это надолго. Ну что, чай? Шампанское? Да. Шампанское? Кажется, еще есть на донышке. Ну, тогда. Бери. За что будем петь? За победу наших детей. Спасибо.